Итак, давайте рассмотрим следующий компонент, это цепочка навигации. Решает задачу автоматического формирования хлебных крошек. Внедрим его по той же процедуре. Давайте для начала разместим на тестовой странице. Рассмотрим параметры. Шаблон компонента. Номер пункта, начиная с которого будет построена навигационная цепочка. В данном случае у нас установлен ноль. Путь, для которого будет построена навигационная цепочка. В данном поле можно переопределить путь, для которого будет строиться цепочка. И сайт, если используется многосайтовость. Давайте сохраним. Скопируем шаблон в дефолтный шаблон сайта. И откроем какой-нибудь файл из верстки, в котором присутствует навигационная цепочка. Например, item list. Вот она. Файр багги можно посмотреть, как она реализована. Это div с классом bc-breadcrumbs. Откроем этот файл. Давайте скопируем верстку и разместим в шаблоне. В данном шаблоне используется вывод цепочки навигации в строку, как мы видим. ester return. Здесь используются теги ul с классом. li и ссылки. В данном случае давайте посмотрим, как реализована верстка у нас. здесь мы видим элементы списка li, которые содержат в себе уже стрелки. Они реализованы на бэкграунде. в цепочке навигации, которая используется, в шаблоне, который используется здесь, используется отдельная стрелка. Поэтому мы ее можем удалить, так как она нам не понадобится. В данном случае, если обратить внимание на верстку навигационной цепочки у нас, можно заметить сходство, так как у нас используются те же теги ul и li, так же, как и здесь. Единственное, что у нас присутствует, это тег div, который оборачивает их. Поэтому давайте вставим сюда, удалим класс. также закроем div clearboth и закрывающийся тег div для div с классом bc-breadcrumbs. В остальном логика вывода такая же. У нас также используются элементы списка и ссылки внутри них. давайте сотрем верстку, сохраним и посмотрим. Так, у нас вывелся блок. Давайте скопируем код вызова и разместим шаблон для того, чтобы проверить правильность. разместим, например, в шаблоне внутренних страниц. заменим верстку на вызов компонента. Сохраним и давайте перейдем в раздел каталог. в какой-нибудь раздел каталога. Главное — мягкая мебель. И, соответственно, мы можем заметить, что у нас не выводится сам каталог в навигационной цепочке. Это связано с тем, что у нас не установлено свойство title для самого каталога. Давайте установим это свойство. Итак, мы видим, что появился навигационной цепочке элемент, который ведет на страницу каталога. Давайте теперь рассмотрим специальные свойства страницы, которые удобно использовать, если необходимо убрать навигационную цепочку из шаблона. Это свойство называется NotShowNavChain. Воспользуемся методом SetPageProperty. Скопируем вызов. Разместим на странице каталога. Передадим параметр NotShowNavChain. Значение Y. Давайте сохраним, посмотрим, что получилось. Мы видим, что цепочка навигации пропала. Перейдем в какой-нибудь другой раздел. Видим, что навигационная цепочка присутствует. Также в цепочку навигации могут добавляться пункты виртуальных страниц, которые образуются динамически. Для этого используется специальная функция AddChainItem. Давайте разместим эту функцию, например, на странице раздела новости. Для начала найдем его в документации. Воспользуемся примером вызова. Первый параметр, который передается в метод — это заголовок добавляемого пункта. Второй параметр — это ссылка. Давайте добавим вызов этой функции после компонента. Разместим, например, два пункта. Сохраним и посмотрим. Так мы видим, добавилось два пункта с ссылками на нужную страницу. С помощью этого метода также работают компоненты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА